Так, всем привет. Кто вдруг заскочил на этот спонтанный эфир, просто через меня идет информация, поток, и я не говорила об эфире, но значит все посмотрят потом в записи. Пока у меня есть 10 минут, я тут собираюсь, просто еще не ушла, хочу поговорить. Натали вижу здесь. Кайф. Как я обожаю парфюм. Так, ну что, у нас сегодня очень мощный, важный день, так же, как и завтра, полнолуние. И, как известно, в полнолуние люди обычно пользуются ритуалами. Какими? Загадывают желание, пишут что-то там на листочках, да, что-то там сжигают, смывают куда-то и садятся и ждут у моря погоды. Смотрите, друзья мои, если вы давно на меня подписаны, вы следуете вообще за моим путем, за моими трансформациями, вы видели и проходили со мной такую штуку, как спиральная динамика. Спиральная динамика, если вдруг вы ее не знаете, это научное объяснение эволюции нашего сознания. И есть несколько уровней, там первый, второй по цветам они обозначены. Я много раз об этом говорила, зайдите на YouTube, на мой канал, посмотрите по спиральной динамике, где вы находитесь, какого цвета у вас мышление. Вот, соответственно, там первый уровень бежевый, второй идет фиолетовый. К чему я сейчас, к тому, почему ваши желания не сбываются. Так вот, второй фиолетовый уровень, это вот уровень ритуальности. Второго погадали, там бумажки пожгли, желание написали, полнолуние, сели, ждем. Потом ответственность переложена на кого-то, на боженьку, не знаю, на каких-то, на шаманах, на этих. Вот, это все больше не работает. К чему этот эфир? К тому, что завтра у меня мощные практики, да. И девочка одна сейчас пишет в чате, говорит, о, Джуля, я завтра принесу листочек со всеми своими желаниями, посмотрю, там их подкорректирую. А я ей пишу, говорю, Наташа, тебе этого не понадобится, потому что мы работаем на другом уровне. Я уже давным-давно на желтом уровне, а это значит, что я работаю с наукой. Я исследую уже науку, занимаюсь давно и квантовой физикой, нейрофизиологией и также эпигенетикой. Это совершенно другой уровень, это уже не ваша вот эта вот фигня, посидели, написали, подули и ждете. Здесь вы уже понимаете, берете ответственность за все. Что вы излучаете, то вы получаете. Как вы создаете свою реальность своими мыслями и почему что-то случается в вашей жизни, то, чего вы как будто бы не хотели. На самом деле вы это тоже все создавали. А завтра я очень подробно буду об этом рассказывать. И вы представьте, если бы все люди могли бы вот так вот на бумажке написать желание, если бы они дождались полнолуния и написали бы желание, сожгли. Что бы происходило в мире, если бы так легко все наши желания исполнялись. Представьте, сегодня вы хотите одного, завтра другого. Сегодня у вас одно желание, завтра вы увидели Джулию, вам понравилось ее платье, вы такие, хочу платье, как у Джулии. А то, что это как бы не ваша мечта была, не ваше желание, вы даже не осознаете. Поэтому внутри происходит полный сумбур. И, естественно, до уровня создателя, conscious creator, да, сейчас на русском языке как переведу, осознанного создателя, на уровень осознанного создателя, ну, вас туда не пустят сразу на этот уровень, потому что вы не готовы брать ответственность. Поэтому вот играйтесь в мелкой, на мелководье плавайте. Кадалки, таро, бумажки, ритуалы, вот. Но то, что мы будем делать завтра, это совершенно другой уровень, конечно же. И так смешно, я... Волосину съела, но не это смешно. Смешно, что несколько дней назад я выложила маленький кусочек из своего видео на Ютюбе и какие-то там хейтерюги, которых уже давно не было. Значит, начали мне писать. И обманывайте людей, какая-то квантовая физика, это шезотерика. Ну, смешно, ребят, потому что действительно квантовую физику изучаю не просто читаю где-то, а с учеными. Два года. Я же не рассказываю все, чем я занимаюсь, с кем я занимаюсь, с кем я в наставничестве. Понимаете? Вы же не знаете, что происходит у меня. У меня волосы аж зашевелились. Я все это изучаю, на себе исследую. Мне всегда была интересна наука. Духовность духовностью, но мне интересно было, а как все-таки с научной точки зрения все это объясняется. И нейрофизиологией я занимаюсь с русским профессором уже два года. Естественно, это не просто слова. Поэтому, когда Джулия садится, что-то вам записывает, это не фиолетовый уровень спиральной динамики, ребят. И даже уже не зеленый, где вы просто надеетесь на практики и что-то манифестируете. Это все по ступенькам я прошла, собрала. Ага, здесь работает, здесь не работает. Здесь детский сад, здесь школа, средний уровень, здесь институт, а здесь уже погнали степень докторская. Вот с докторской степени сейчас здесь, с этого уровня, я вам выдаю все. Первое, что вы получаете, это знание, информация. Ну, это всего лишь теория. Если вы ее на практике не применяете, это выброшенные на воду, на ветер деньги и время. Вот. Но для чего я вам даю теорию для того, чтобы вы понимали, что вы делаете и как это работает? Потому что можно сидеть, кундалинить, я знаю таких кундалин йог 10-20 лет. Ни здоровья, ни денег, ни в материальном мире ничего не сделано. Сидят, 20 лет делают кундалини йогу, надеются на чудо, потому что не понимают, для чего делают и вообще, что делают. Вот. А я собираю науку, показываю вам, ага, смотрите, как работает энергия, как работает волна, как происходит воплощение ваших желаний. И не из ритуала, а реально, как те желания, которые вы когда-либо высказывали на энергетическом уровне, они всегда будут к вам приходить. Даже когда вы уже не ждете, не готовы, у вас уже другие желания, а вы, а что здесь происходит такое? Да потому что вы это когда-то желали. Вот. Собственно, завтра я все это буду рассказывать на воркшопе, а затем мы все это, чтобы подойти близко к этим желаниям и поменять ветки реальности. Потому что каждый день можно менять ветку реальности. Представьте, как круто. Мы просыпаемся, и каждый день нам дается шанс на новую жизнь. Но так как мы остаемся старой версией себя, мы эту новую жизнь, мы даже ее не развиваем, эту новую ветку реальности, и мы опять скатываемся на старую ветку. Вот. Собственно, завтра буду говорить об этом, и затем будут специальные практики. Практики, которые как раз-таки вводят вас в altered state of consciousness, сейчас на русском языке, в измененное состояние сознания. Без каких-то наркотиков, доппингов, никакие не нужны, айаласки, ни грибы, ничего. И все. И только из этого состояния, и только. Доказано уже. Доказано уже. И Джо Диспенза, у которого я обучалась еще 10 лет назад, никто не знал о Джо Диспенза. Джулия уже фигачила на его мастер-классы. Тони Роббинс был самый первый. Джо Диспенза в Лас-Вегасе. Я проходила, никто не знал. А Джо Диспенза книжку я прочитала первый раз 15 лет назад. И даже встретила его в Майами, когда он еще был, как это, керопрактик. У меня муж просто в этой теме тоже работал, занимался в книжке «Секрет». Участвовал Джо Виталий, если вы помните, был такой, который в книге «Секрет» тоже участвовал. У него интервью брали. Вот. И Джо Диспенза. Тогда его вообще никто не знал. Я уже в этой теме тогда по кусочку, по кусочку все брала, изучала, потом оставляла, забивала на все в детской позиции. Потом мне опять начинало это нравиться. Вот. Поэтому, естественно, я в этом не новичок. Я отвечаю, зуб даю обо всем, о том, в чем я говорю и вещаю. Вот. Поэтому, 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 если ваши желания не сбываются, и вы ждете каждый раз полнолуние, чтобы написать на листочке и сжечь, или смыть унитаз, ну, оно так не работает уже. Потому что все меняется во Вселенной, меняются вибрации, меняется уровень коллективного сознания. И творение происходит только уже из ваших знаний. И когда вы берете ответственность на себя, за себя, за все, что вы творите. Вот. Поэтому, если вам интересно прям по-взрослому поиграть, если в детском саду надоело сидеть, быть в жертве, да, постоянно обвинять кого-то или что-то, условия, погоду, страну, правительство, приходите. И, знаете, завтра будет мощно, получите знания и инструменты, и будем вместе менять ветку реальности, понимать, как это делается. И потом в будущем вы сможете это использовать. Вот. Всю информацию вы знаете, где искать, везде я есть. А, и еще, дорогие мои, вы такие очень интересные люди. Вы смотрите, 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 там, бывает много просмотров, бывает меньше. И непонятно, на каком вы уровне, то есть какие у вас знания, какой у вас есть опыт, потому что вы молчанку играете. Смотрите, смотрите, что-то там берете, записываете, практикуете, но не проявляетесь, да, не оставите комментарий, не зададите какой-то вопрос. И, получается, я как бы играю вслепую, даю-даю, ну, хоть какая-то обратная связь, да, хоть как-то участвуйте в своей жизни, не в моей, в своей. Вот, потому что, потому что, когда вы начнете вот так вот проявляться, вы начнете осуществлять новые действия. Когда мы осуществляем, совершаем новые действия, в нашей жизни появляются новые возможности. Вот, поэтому, если даже не приходите ко мне на какие-то, на обучение, на наставничество, на практики, вы проявляетесь хоть как-то, делайте новые действия, которые будут вас приводить к новым возможностям в вашей жизни. Вы это делаете для себя. Всё, всем спасибо за внимание, я побежала сегодня, очень мощный и волшебный день, а завтра он ещё будет круче. Надеюсь, что увижу вас вместе с нами, со всеми на практиках в 20.00, не можете в прямом эфире ничего страшного, будет запись, сможете погрузиться, когда вам будет удобно. Всех люблю, как всегда. Вау, космос, до встречи.